Продолжение следует... День освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Завтра его будут праздновать широко и открыто. Конечно, не все, но нас много. Тех, кто предпочитает знать и помнить свою историю, своих дедов, героически сражавшихся на полях Яско-Кишиневской операции. Так что же это за праздник, который официально не признан? Почему он вызывает споры в нашем обществе? Почему неоднозначно трактуется историками? И, наконец, почему у нас есть люди, которые готовы пожертвовать многим, чтобы его никогда не забыли? Это вопросы, которые ждут честных и принципиальных ответов. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Я представляю моих гостей, тех людей, которые, я надеюсь, готовы отвечать на мои вопросы. У нас получится интересная беседа. Алексей Петрович, председатель Национального координационного комитета «Победа». Добрый вечер! Здравствуйте! И Борис Шиповалов, член Национального координационного совета «Победа» и исполкома Союза офицеров Республики Молдова. Здравствуйте! Добрый вечер! Румынии на сталинском танке, расположенном в Леушеном, дуло которого направлено в сторону Румынии. По его мнению, советские танки, установленные по всей республике, являются элементами оккупации и подлежат сдаче на металлолом или в музее. Конечно, мне нужен ваш комментарий. Борис Андреевич, о чем этот поступок говорит? Этот поступок говорит о том, что спустя более 70 лет после великой победы над фашизмом, во многих странах, в том числе и в нашей стране, возможно проявление возрождения мионацизма. Почему? Потому что если кто-то считает, что это танк и вообще памятники советским воинам, погибшим за освобождение Республики Молдова и вообще Советского Союза и половины Европы от фашизма, оккупация, то он, наверное, разделяет взгляды тех людей, которые этим занимались. Я считаю, что это ущербная какая-то психология, это неправильная. Почему? Потому что для абсолютного большинства молдавского народа 24 августа это день освобождения Молдовы, день освобождения Кишинева от немецко-румынских оккупантов. Так говорит история. Тот, кто думает по-другому, значит, он отрицает решение Нюрненского трибунала, который осудил ряд государств, нацистскую идеологию, нацистскую партию и пытается возродить эти вещи. Для меня, как для историка, это объективно. Если господин Шалару со мной не согласен, я могу просто подтвердить это конкретными цифрами. 400 тысяч уроженцев Республики Молдова, в том числе большинство из них молдаван, с оружием в руках воевали в Красной армии. В румынской армии воевало 28 тысяч всего лишь, и из них 14 тысяч добровольно перешло в Красную армию, а остальные 14 тысяч не успели, потому что Румыния на конечном этапе войны перешла в ряды антигитлеровской коалиции. Вот та правда, которая есть. 250 тысяч были награждены орденами и медалями, из них 19 человек, герои Советского Союза, 4 кавалера Ордена Славы. Я поняла вашу мысль. Алексей, вот вы слышали мнение Бориса Андреевича, тем не менее, факты таковы. Нарисовали карту Великой Румынии, всего лишь, да? Триколор румынский. Может быть, не стоит говорить здесь прямо о возрождении фашизма? Ну, начнем с того, что это не поступок, скажем так, не какая-то рядовая ситуация, а это правонарушение, которое, я надеюсь, будет расследовано органами правопорядка нашей страны должным образом. На сегодняшний день, то, что я видел сегодня в интернете, все признаки налицо вандализма. То есть, то, что произошло в Левушенах, и этому памятнику не везет уже много лет, неоднократно подвергался вандализму, в том числе и в этом году. Ну, причем, если раньше это было скрыто, если раньше люди, которые это делали, скрывали свои лица, скрывали свои фамилии, то сегодня это сделано было абсолютно открыто, нагло и вызывающе. Открытый вызов обществу. Совершенно верно. Нам всем, честно. Совершенно верно. И теперь, какова будет реакция? Среагируют ли те, кто считает память о Великой Отечественной войне священной? Среагируют ли они? Будут ли они защищать свою историю? Ну, я сегодня уже прокомментировал эту ситуацию на своей странице в социальной сети. Я единственное, что могу сказать точно, то, что памятник будет приведен в порядок, как он был приведен в порядок в прошлом году, в этом году и предыдущие годы. Будут ли наказаны виновные? Да, вот хороший вопрос. Ведь это не первый случай. Как вы говорите, вандализма. Все-таки у нас оскверняют периодически. Ну, это осквернение памятника. Да, у нас оскверняют памятники. Вот вы в одном из интервью, по-моему, говорили, что были возбуждены даже уголовные дела. Доведено ли это было до конца? Ни одного из уголовных дел не было доведено до конца и ни разу виновные не были найдены. По крайней мере, я как заявитель ни разу информации об этом не получал. Но в данной ситуации виновные не скрывают себя. В данной ситуации виновные себя не скрывают, их можно идентифицировать, их можно найти. И очень любопытно будет посмотреть за развитием ситуации нам, как гражданам Республики Молдова, как наша юстиция и наши правоохранительные органы проявят себя в данной ситуации. Я не совсем уверена, что здесь главными фигурантами будут правоохранительные органы. Потому что все-таки, как утверждают некоторые, мы живем в захваченном государстве. В этом государстве правоохранительные органы выполняют волю властей. Те, которые, собственно говоря, отдают им приказы. Это, конечно, идеологическая акция, Людмила, это понятно. Нет. Накануне такого праздника, вот, просто вот тринуть в душу, понимаете. Я понимаю, что это идеологическая акция. Меня, вот, например, очень сильно смутили слова Алексея о том, что все случаи, которые были до этого, что ни одно уголовное дело не было доведено до конца. Людмила, если позволите, вандализм — это, в общем-то, правонарушение, преступление такого характера, которое чаще всего совершается скрытно. И преступника можно найти только по горячим следам. Мемориал в Леушенах, он находится отдаленно от населенных пунктов. И поэтому, когда это было сделано? Вчера, позавчера, неделю назад? Очень часто неизвестно, кто это сделал, тоже неизвестно. Сегодня мы знаем точно, кто это сделал. И поэтому будет очень любопытно, привлекут ли этих людей, которых мы знаем точно в лицо по фамилиям и именам, к ответственности. Вот это очень интересный момент, потому что в прошлые разы мы не знали, кто это сделал. Мы обращались, мы просили органы местной власти принять меры, правоохранительные органы принять меры. Мы не знали, кто точно. Сейчас мы знаем точно, кто. Вот теперь посмотрим. Я почему говорю, что это идеологическая акция? Потому что накануне выборов правым силам, таким прорумынским унионистам, нужно создать какой-то конфликт. Допустим, будет возбуждено уголовное дело, кого-то начнут преследовать, они будут защищать, проводить митинги. Вот эти русские оккупанты, нас тут оккупировали в 40-м году. Господин Шавару хочет сейчас привлечь внимание к ним. Конечно, привлечь внимание, это политические дивиденды и так далее. Я вот как все-таки политолог, вот с этой точки зрения вижу и вот эти последующие шаги. То есть здесь есть два момента. Первый, это открытый вызов обществу, плевок людям в лицо. А с другой стороны, это обыкновенная политтехнология, которую можно использовать в своих каких-то политических целях. Вот для меня еще это показатель времени, в котором мы сейчас живем, и политики властей, которые проводим. Вот то, что люди с открытым забралом, что называются, делают такие вещи, это и политика властей в том числе. Вот праздник 24 августа неофициальный. Почему? Вы знаете, очень странный действительно момент. Ну, казалось бы, вот эти последние 9 лет. Я понимаю, почему. Потому что у власти находятся те люди, которые не видят в Республике Молдова перспективный проект. Они в душе унионисты, скрытые, открытые. Абсолютное большинство членов правительства, депутатов молдавского парламента училось в Румынии, или имеют там бизнес, или там находятся их дети. 64 или 65 депутатов молдавского парламента имеют румынское гражданство. Практически все члены правительства имеют румынское гражданство. Почти все члены Конституционного Суда имеют румынское гражданство. Скажите, пожалуйста, если он гражданин Румынии, если он скрыто верит в ту карту, которая нарисована была сегодня на постаменте этого памятника, как он может кого-то искать, кого-то преследовать и что-то еще делать? Вот это вот такое ползучее, медленное разложение нашего общества, нашего менталитета. Если был бы миллион наших сограждан, которые находятся в нормальном рабочем состоянии сегодня, в том возрасте, на котором могла бы держаться экономика, наша государство, все остальное здесь, в стране, я уверен, этого бы не было. Была бы другая ситуация. А сегодня у нас кто остался? Пенсионеры в селах, половина сел, вообще дома закрыты. Молодежь, я знаю, я же преподающий человек, я, как говорится, педагог уже с 33-летним стажем, я общаюсь с студентами, с лицеистами. Ну, смотрите, 90-95% не видят своего будущего здесь. Им без разницы, где учиться. В Италии, в Испании, в России, в Украине, лишь бы не в Молдове. Это трагедия. Почему праздник неофициальный? Как вопрос сегодня ставится нашими руководителями в стране? Кто, кого и от чего освободил? То есть сегодня вопрос звучит следующим образом, что это реоккупация. 24 августа — это день реоккупации. Один оккупационный режим сменился на другой. Но если оккупационный режим, который пришел в июне 1941 года на территорию нашей страны, своей задачей ставил истребление определенных национальностей — евреев, ромов и других, если он уничтожал, сжигал, насиловал и грабил, то тот режим, который пришел 24 августа 1944 года, первое, что сделал, начал отстраивать страну. И страна буквально возродилась из пепла. И страшно читать документы, которые относятся к этому периоду послевоенному. В стране повальный педикулез, вшивость. То есть сюда вот эта знаменитая история про Второй Ленинградский мединститут. Сюда целый мединститут отправили, потому что необходимо было эту страну спасать. Ее просто в буквальном смысле заедали вши. Люди умирали от эпидемий. Туберкулез. Туберкулез, да страшный 47-й год, который сегодня, опять же, пытаются представить молдавским голодомором. И страна выстояла, страна не исчезла. И этот, в кавычках, оккупационный режим начал строить школы, начал строить детские сады, дороги, восстанавливать. Заводы. Заводы, да, восстанавливать разрушенное, как тогда говорили, народное хозяйство. И поэтому, конечно, смешно и, с одной стороны, с другой стороны, горько слышать эти попытки каким-то образом переписать нашу молдавскую историю. В ключе того, что это не день освобождения, а день реоккупации. И господа, которые сегодня разрисовывают постаменты, они же выходят на протесты, как 1812 год российская оккупация, 1940 год советская оккупация, 1944 год тоже советская оккупация. То есть дату 1944 года, 24 августа, они тоже относят к датам оккупации. И понятно, что отмечать этот день как праздник, безусловно, они не могут в той конве, которую они пытаются сегодня представить. И в том числе преподают, успешно преподают в учебниках по истории, которые сегодня используются в образовательной системе Республики Молдова. Вот у меня есть такая информация, что за все время пребывания у власти проевропейской коалиции один премьер-министр возложил цветы 24 августа к мемориалу воинской славы. Это был Влад Филат в самом начале своего премьерства. Все. За остальные годы у мемориала воинской славы не был ни один премьер-министр, ни один председатель парламента. С 2009 года. Да, вот это идеология этих людей, это их нравственные или бездравственные, скорее всего, принципы. Наверное, вот так можно сказать. Но подождите. По-разному можно относиться к разным периодам истории. Вот смотрите, тоже Францию возьмем. Они отмечают день Бастилии. Это национальный праздник. Хотя они одну треть страны голову отсекли, казнили часть населения. Но, тем не менее, для них это национальный праздник. В нашей истории тоже были какие-то трагические ситуации. И гражданская война, красные, и белые. Да, и какие-то территориальные претензии друг к другу. Да, был и голод. Да, были и депортации. Да, были и депортации. Это никто не скрывает. Это наша история. Хорошая она или плохая. Мы ее должны воспринимать точно так же. Но могилы и этих, и этих, они одинаковые. Я вот все время преклоняюсь перед Алексеем и его ребятами, поисковиками. Почему? Потому что они вот, когда поднимают наших советских воинов, вот они сейчас подняли 21 нашего, и одного немца. Вежливо, культурно передали останки немецкой соответствующей ассоциации и все остальное. Немцы, когда у себя делают то же самое, так же по отношению к нашим. То есть, это культура человека, вот это вот тот гуманизм и понимание каких-то нравственных принципов. А нам говорят о каких-то европейских ценностях, которые наша власть абсолютно не соблюдает. Ну, если вы правы, то это шаткий путь, потому что, если следовать вашей логике, каждый год, я понимаю, каждый год 9 мая проевропейская коалиция должна сильно разочаровываться, потому что огромное число наших людей идет к мемориалу воинской славы. И мне кажется, даже из чувства уже как бы приобретения политических дивидендов, можно было бы понять, что вот эту тему трогать не надо. Но, тем не менее, трогать. Но, к счастью, есть люди, которые думают по-другому, и, что самое главное, делают по-другому. Он начал говорить о вашей работе, Борис Андреевич. Я на самом деле преклоняюсь перед вами за то, что вы делаете, потому что вы действительно ищете останки солдат, погибших на поле боя, передаете их захоронениям. Борис, вы тоже делаете какие-то важные вещи. Сегодня, например, презентовали книгу «Путь солдата. Сталинград. Курск. Кишинев. Победа». Это как раз именно об этом периоде. У меня к вам вообще очень простой вопрос и очень сложный. Почему вы это делаете и для кого? Для кого вы это делаете, Алексей? Мы каждый год в День Победы, сейчас появилась такая красивая традиция «Бессмертный полк». Мы выходим с портретами своих дедов, прадедов, отцов, кто постарше. И проносим их портреты в знак признания их заслуг и преисполненной гордости за своих предков. И мне хочется, чтобы мои дети и внуки, когда я уже тоже стану дедушкой, знали, где находился их отец и дедушка, чем он занимался, что делал для страны, в которой они родились и живут. И хочется, черт возьми, чтобы они тоже гордились. Да, это если взять чисто по-человечески, сказать правду. И если сказать более в широком смысле слова, то без этого, без того, чтобы сохранять память, без того, чтобы помнить о тех людях, которые отдали свои жизни, и когда ты видишь, как это происходило, потому что мы видим это в буквальном смысле слова, мы видим этого солдата, который бежал с гранатой и не добежал. Мы видим этого парня, который ел кашу из котелка, и его осколок попал ему в затылок, и он больше не встал. Прямо с этим котелком мы его и находим. Мы работали однажды по одному из гражданских захоронений, лиц, которые были уничтожены румынскими оккупантами, зверски замучены. И наблюдая все это, ты понимаешь, что сегодня мы живем под чистым мирным небом, и мы должны отдать свой долг тем, кто это нам небо завоевал. И именно поэтому мы это делаем. Я, конечно, первую часть ответа ответил за себя, потому что я действительно так считаю. Я хочу, чтобы мои дети и внуки знали о том, что я делал в своей жизни вот это, вот это и вот это. А за то, что я делаю вместе со своими коллегами, мне никогда не было и не будет стыдно, потому что я знаю, что мы делаем правое дело, и победа как была за нами, так и останется. К вам молодежь приходит вот сама? У нас же нет никакого ресурса, каким образом мы можем привлечь молодежь. Мы не можем ее каким-то образом вербовать, мы не можем ее привлекать за деньги, мы не можем привлекать ее какими-то посулами хорошей жизни или еще чего-то. Льготами. Да, льготами какие-то, потому что у нас их просто-напросто нет. Это времена Великой Отечественной войны, когда люди вступали в партию и спрашивали по своей наивности, а я когда вступлю в партию, у меня какие будут льготы? Говорят, а твои льготы единственные, идти вперед в атаке. Первым в атаку встать. Первым в атаку подниматься, да. Да, поэтому у нас, безусловно, большая часть — это молодежь, потому что мы занимаемся тяжелым физическим трудом. И люди, скажем так, те, у которых возраст и здоровье не позволяют принимать в этом участие, ну, они в наших рядах тоже существуют и, безусловно, свою лепту вносят. Но выдержать при жаре в 40 градусов, в общем-то... Это сложно. Я сегодня прочла ваш пост в 7 утра. В 7 утра вы написали, что вы уже работаете. Мы уже работали, да. На месте мы были в 6 часов, да. Ну, в 15.00 мы закончили, все готово, и завтра наших неизвестных героев мы проводим последний путь, как положено, с воинскими почестями и по православному обычаю. Ну вот, смотрите, чем-то вам ведь, в принципе, может помогать государство. Ну, теоретически, давайте подумаем. Должно, оно должно нам помогать. Оно даже приняло какой-то законопроект. Закон. Существует закон, да. И в этом законе, говори, понятие само поисковая деятельность. Они как-то вот чем помогли, они это законодательно определили. Да. И все? Ну, это не первый нормативный акт, согласно которому государство обязано нам помогать. Обязано, я подчеркиваю это слово. В 2011 году в рамках Ассамблеи СНГ было принято соглашение об увековечении памяти в рамках Содружества независимых государств. Там сказано и про поисковую работу, и про военно-мемориальную работу, и про патриотическое воспитание молодежи. Подписал этот документ представитель нашей республики, господин Лупу. И там есть приписка в этом документе, что республика Молдова обязуется этот документ исполнять согласно действующему молдавскому законодательству и в соответствии с финансовыми возможностями страны. Но я хочу подчеркнуть, что ни одного молдавского лея из бюджета государства на поисковую работу, которую мы ведем с 2009 года в нашей стране, не было выделено. Это я могу сказать абсолютно откровенно в рамках передачи на камеру. Это звучит, конечно, страшно. А как же вы, значит, что же вы существуете? Мы существуем прежде всего на собственные средства, которые мы очень часто извлекаем из собственных карманов. То есть у нас есть членские взносы, которые мы вносим в фонд организации. Нам помогают люди доброй воли, как мы их называем. Есть некрасивые, мне это слово не нравится, спонсоры. А вот люди доброй воли, то есть те, которые готовы помочь кто-то делом, кто-то оборудованием, кто-то финансами, кто-то помочь транспортом. Нам помогает дипломатическая миссия Российской Федерации в Республике Молдова. И, безусловно, с момента избрания на пост президента нам помогает Игорь Николаевич Додон. В должности президента он, безусловно, оказывает серьезную поддержку нашим организациям. И хочу отметить, что последние годы мы можем позволить себе расширить спектр наших работ, что мы, собственно говоря, и делаем, благодаря той поддержке, которая сегодня есть. Но, к сожалению, этого явно недостаточно. У нас сегодня нет государственных программ. И то, что вы упомянули про закон номер 161 о воинских памятниках и захоронениях, который был принят в минувшем году. Я принимал непосредственно участие в разработке, принимал участие в парламентских слушаниях. Я направлял петиции в адрес парламентской комиссии. И закон получился очень неплохой. И если он будет реализован, то ситуация может измениться в лучшую сторону. Впервые за более чем 10 лет в нормативном акте нашей страны появилось слово «патриотизм». В законе номер 161 на государство возлагает соответственность воспитания патриотизма в гражданах Республики Молдова. И специальные учреждения, Министерство обороны, Министерство образования, Министерство иностранных дел, все те, кто задействованы в этом сегменте, они обязаны воспитывать патриотизм в наших гражданах. И наше движение, поисковое движение впервые в этом нормативном акте было признано полезным, необходимым. И государство взяло на себя обязательство с нами сотрудничать и взаимодействовать. Сотрудничают? Ну хоть как-то, мы поняли, да, ни одного лея нет. Ну хоть не мешают. Да, это главный вопрос. Не мешают, ну я могу ответить. Алексей, ведь был же у вас период, когда вам даже Министерство обороны не выделяло оркестр, почетную команду, салют. Да, то есть это положено было и тогда, это и тогда было положено по законодательству. Я ссылался на нормативные акты, начиная от соглашения, от международного акта. И последний акт, это был устав караульной гарнизонной службы национальной армии, где тоже прописано, кому положены воинские почести, как их необходимо выделять. Но Министерство обороны категорически отказывалось это делать под разными предлогами. И мы, тем не менее, бойцов хоронили с воинскими почестями, ни разу, ни одного солдата мы не похоронили без воинских почестей. Всегда мы находили возможности сделать это достойным образом, но это было очень нелепо, некрасиво. И когда в какой-то момент на нас даже объявили охоту, что ли, я даже не знаю, как это назвать, когда Министерство обороны отправило в военные комиссариаты республики циркуляр с требованием предоставить информацию о нашей деятельности в тех или иных районах. В то время, когда я не менее пяти раз обращался к Министерству обороны с просьбой провести расширенную встречу, встретиться. Мы-то готовы сотрудничать, мы никуда не скрываемся, мы абсолютно открытая организация, которая ведет свой учет, документацию, имеет банковские счета, имеет реквизиты. То есть все абсолютно открыто и все можно проверить. Но никому это не интересно. У нас, мы перезахоронили более 400 солдат и офицеров, на каждого поднятого из земли солдата у нас есть протокол эксгумации. Это главный документ, по которому мы фиксируем обнаруженные останки, ведем учет личных вещей. До сих пор ни одного документа у нас Министерство обороны не попросило. То есть им это просто неинтересно. Борис Андреевич, давайте поговорим о вашей книге. Участок вашей работы. Мы почему этим занимаемся и что это значит для меня. Да, и что это значит для меня. Все очень просто. Я сын ветерана Великой Отечественной войны. Я сын солдата, который был призван после сразу освобождения родного села. Он отсюда недалеко из Винницкой области был. В апреле 44-го года. И 19 апреля 45-го года он был тяжело ранен. В разведке пролежал полдня на нейтральной полосе. За него шел бой. Немцы хотели добить советского разведчика-артиллериста. А наши, был 45-й год, за каждого дрались. Не оставляли. Для немцев это закончилось очень печально. Потому что сослуживцы отца по тем корректировкам, которые он тогда добыл. Его напарник успел, как говорится, перейти к нашим. Они просто накрыли всю немецкую передовую. И за счет этого отца вытащили. Он остался жив, слава богу. Инвалид Великой Отечественной войны был. Одна нога короче другой на 4 сантиметра. Когда перебегал нас от разрывной пули, из пулемета перебило ногу, прострелило руку. Ну вот полдня еще пацан 18-летний лежал, что-то там отстреливался и так далее. Но слава богу выжил. Вот я его видел всю свою жизнь. Видел его эти раны, вот эти вот рассказы. Он не любил очень рассказывать о войне. Но тем не менее, бывали иногда моменты, когда он это делал. Вот. И потом мои школьные учителя, мои студенческие преподаватели. Я был постоянно в окружении вот этих ветеранов Великой Отечественной войны. Я родился на знаменитом Кицканском плацдарме. Ну куда мне было деваться? А потом получилось так, что после педагогического института я служил уже в советской армии, в сознательном взрослом состоянии, в той дивизии, одна из которых освобождала Кицкан. И 89-я Гвардейская, Криворожская, краснознаменная стрелковая дивизия. Но я в ней потом служил. Вот я вот воспитанник той системы советской. Хорошо это или плохо? Я считаю, что хорошо. Потому что я считаю, что меня воспитали нравственным, честным, порядочным человеком. Вот те люди, с которыми я общался. Абсолютное большинство из них — это ветераны Великой Отечественной войны. И так сложилась моя жизнь. Я всегда трепетно к этому относился. Но у меня были свои интересы, свои проблемы. Вот даже научная моя работа, она была связана, скажем так, с философского направления, социологией и так далее. Но книги о Великой Отечественной войне я начал писать в последние годы. Вот 4 года подряд у меня каждый год выходит вот книга очередная. Вот сегодня прошла презентация «Путь солдата. Сталинград, Курск, Кишинев, Победа». В этом году все прогрессивное человечество отмечает 75-летие Сталинградской и Курской битвы. Кстати, для наших телезрителей сегодня последний день Курской битвы, окончание. И сегодня 23-го, первый день, вот сколько сейчас по времени времени, вот наши войска как раз вот в это время штурмовали город Кишинев. В 20.00 начался штурм 23 августа 1944 года, который закончился в 4 утра 24 августа. Вот та правда. И почему я сегодня это делаю? Вы знаете, мне как профессионалу-историку противно смотреть на вот эти сказки, которые рассказывают об оккупации, которые рассказывают сказки о том, что вот Александр Матросов был пьяный, спотнулся и упал на амбразуру от зота. 300 человек, да, около 400 уже по последним данным, там 200, все были пьяные, все поскользились. Да, 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 Зоя Космедемианская, а таких как Зоя Космедемианская, только в ее подразделении таких девчат было 5 замученных и повешенных, вот тогда в декабре 1941 года немцами, 5200 человек, вот вдумайтесь в эту фразу, что я скажу, с гранатами бросились под фашистские танки или подорвали себя вот вместе с противником, в том числе на нашей земле. Вот 20 августа началась Яско-Кешневская операция в 1944 году, 74 года тому назад, 21 августа под Ермаклией, когда немцы бросили 13-ю танковую дивизию, два бойца 20-й гвардейской дивизии, Гусев и Гуреев, бросились с гранатами по танке на нашей молдавской земле. Я на днях был в Толмазах, да, вот там, ну, я объезжал вот этот район, Алексей знает, смотрели эти памятники, как они сохраняются и так далее. Вот, жители сегодня забыли, к сожалению, о том, что у них за Толмазы два героя Советского Союза. Жители, к сожалению, сегодня забыли о том, что два человека в бою за Толмазы 21 августа 1944 года совершили подвиг Александра Матросова. Один герой Советского Союза, а один получил орден Отечественной войны. Вы понимаете, ну, вот это, вот это нужно знать, это сохранять, потому что это почти 27 миллионов человеческих жизней. Вот посмотрите просто на цифры. Я абсолютно уверен, что на бывшем постсоветском пространстве, вот мы, дети тех и внуки тех, кто пережил ту страшную войну, вдумайтесь в цифры. 27 миллионов было убито. 35 миллионов, там, спор на этот миллион, да, во время войны одело солдатскую форму. Представьте, какое громадное количество людей было задействовано. Не было семи, которого бы это не коснулось. И когда я вот вижу вот такие вещи, типа шалаву и все остальное, ну, извините. Что нужно делать, чтобы изменить отношения к 24 августа и к 9 мая? И вот все зависит от власти или мы сами вот тоже можем что-то делать? Алексей, вот вы делаете конкретно, но так делают не все. Ну, а кто, в общем-то, людей приглашает каждый год 9 мая на праздник, День Победы? Да, есть определенные организующие силы, которые проводят мероприятия, вот комитет Победы, в котором мы трудимся. Но когда этого комитета не было, кто приглашал людей? Вы посмотрите, у нас проводятся концерты известных различных там исполнителей, которые собирают там большие залы в странах, откуда они приезжают. Люди там в очередях стоят за билетами. Но ни один праздник, ни один концерт самого популярного исполнителя не собирает такое количество людей, которые собирают День Победы в столице нашей страны, в городе Кишиневе. И я посещаю воинский мемориал «Вечность» с раннего детства. Я помню 90-е годы, я помню, как ветеранов становилось все меньше и меньше, а люди идут и идут и идут каждый год. И несмотря на вот эти вот попытки выморать из их памяти подвиг в совершенные годы Великой Отечественной войны, люди все равно идут и будут идти. И будут идти, и безусловно, это необходимо поддерживать. И безусловно, мы своим примером хотим людям донести, показать, для чего эти страницы ведем в социальных сетях, для чего эти книги выпускаем, для чего снимаем фильмы, для чего в передачах участвуем на телевидении. Для того, чтобы люди знали об этом, для того, чтобы люди знали о том, что такая работа проводится. Я хорошо помню одного из ветеранов, его уже нет в живых, Стрелков Георгий, он был участником Курской битвы, проживал у нас здесь в Кишиневе. И я помню, я встретил его в переходе, в пешеходном переходе, он еще перемещался сам, и спросил у него, он меня спросил, как дела. Я начал ему рассказывать, что мы там тот памятник восстановили, там-то побывали, там-то побывали. Он слушает меня, смотрю, у него на глазах слезы, и он говорит такую фразу. Ты смотри, а работа, оказывается, идет. Чтобы люди знали про это, чтобы люди помнили, а люди будут помнить. Вопреки. Вы считаете, что это будет все, но вопреки. Борис Андреевич. Почему? Ну, и что делать? Да, что делать, чтобы изменить. Ну, некоторые говорят, нужно, чтобы в стране власть сменилась. Хорошо, нет, подождите. Только так. У нас ведь очень многое, что делалось и делается, вопреки власти. Вот не было Игоря Николаевича Дадона, да, вообще не к кому было обратиться. Вот сегодня нам президент действительно очень много помогает. А его не было. Ну, посмотрите, президент был, Тимофтий, правительство, парламент. Прекрасно вы знаете, кто был у власти, да. Но все равно и Алексей работал, и Союз офицеров работал, и другие организации работали. Вот мы и организовывали, и походы на мемориал, и вот эту акцию памяти, и многие другие вещи, свеча памяти, да, 22-го года. Причем я скажу, что это не было, скажем так, я не могу сказать по себе, по крайней мере, по нашим организациям, что это было прямо вопреки. Я не могу сказать, что мы это делали специально, чтобы кому-то... Нет. В общем-то, а я могу сказать, что мы делали, потому что мы считали это своим долгом, и делали это раньше, делаем это сейчас и будем дальше это делать. Ну, в любом случае, вот в последнее время появился какой-то протестный такой вот контент в проведении этих всех мероприятий. Вот даже посмотрите на акцию «Бессмертного полка», да. Я помню, сколько вышло, когда мы ее первый раз провели в 2014 году, по-моему, или в 2013, сколько вышло людей. И посмотрите, в этом году там порядка 70 тысяч прошло по улицам Кишинева, и это увеличивает количество людей, несмотря на ту злостную пропаганду, идеологию, которая... Вы понимаете, в чем дело? Вы, конечно, правы оба, когда говорите об этом, но здесь, на мой взгляд, есть один нюанс все-таки. Вы воспитывались при Советском Союзе, вы воспитаны в совершенно другой, извините, среде, да? Вы тоже успели... Я нет, я не успел. Он нет. Вы не успели, да? Я не успел. Но, Людмила, здесь есть один момент. Ну, все-таки я сейчас говорю вообще о молодых, о 16-летних, понимаете? Вот они же, вот как раз вот все это веяние, все эти течения, да, отказ вот от исторических каких-то, не знаю, событий, от трактовки, да, вот справедливые, я считаю. Это ведь не так давно случилось. И вот сейчас те, кому 16-15 лет, вот им откуда? Им же сложнее, понимаете? Людмила, вы поймите, здесь есть один момент. Или ты нравственно в душе подлец-предатель, или ты порядочный человек. Так, понятно. Вот это критерий этого, независимо... Как повезло тебе родиться, либо понятно. Нет, подождите, независимо от возраста. Я, по идее, должен быть обиженным на советскую власть, я должен, по идее, стоять с гимпу и шалару, плакать крокодилями глазами и так далее. Я из семьи репрессированных. Извините, моего Людмила. Понимаете, но вы не изучали историю по этим учебникам. Мой дед не депортированный. Понятно. Мой дед расстрелян в 1937 году, мой отец был врагом, сыном врага народа. Да, потом реабилитированный и все остальное. Но я вырос в том государстве, я воспитан на тех принципах. Это правда. Я не плюю ни в адрес своих прошлых, я не плюю в адрес той власти, которая дала мне возможность получить два высших образования, защитить докторскую диссертацию. Я понимаю, но есть еще идеологические такие догмы. Раньше это было одно, сейчас у нас одна догма, европейская интеграция. Я считаю, что это идеология. И под это все, извините, подводится очень-очень много. Я не знаю, но это существует. Мила, если позволите, я хочу сказать, очень коротко, по поводу молодых людей. Когда начинаешь им рассказывать о тех событиях, которые происходили, их очень важно зацепить. Когда ты им рассказываешь про того же парня, который бросился на амбразуру пулемета, показываешь ему этот пулемет, который стрелял. Ты понимаешь, что он вырывал из этого солдата просто куски мяса, и человек пошел сознательно на смерть. Ты видишь, как у них светлеют глаза, как они начинают по-другому оценивать события. Даже сейчас, даже в этой отравленной системе образования, где им пытаются внушить совершенно другое, если их грамотно и достойно зацепить, причем не выдумками, а настоящими, реальными историками, которые происходили в годы войны. Ну, будем считать, что будет многим, что им повезет. Будет кому их зацепить, как вы говорите. Вот это один из способов привлечения. Это правда. Завтра состоится церемония захоронения останков 21 солдата. Да? Правильно? Да. Вот, что для вас будет главным? Чтобы приехало как можно больше народу, чтобы вас заметило, наконец-то, правительство, да? Те вещи, о которых мы говорили, или что-то еще? Если можно коротко. У нас очень мало времени уже выжили. Очень коротко, потому что задача здесь очень короткая. Мы хотим, чтобы эти люди, эти солдаты, эти бойцы, неизвестные бойцы, все 21, нашли свой последний приют на Молдавской земле, обрели его в достойной обстановке с возданием воинских почестей, которые они не получили после своей гибели. И чтобы завтра люди, которые будут приходить туда, возлагать цветы, про себя ли, вслух ли, но сказали этим солдатам спасибо. Назовите время, пожалуйста, для наших телезрителей. Завтра в 10.00 на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм состоится церемония захоронения останков советских воинов. Я благодарю вас. Но знаете, под завершение программы, вот то, о чем мы сейчас говорили, позиция нашей власти, да, вот как она относится к этим датам, к этим людям, это все, конечно, хорошо. Но лучше всего обо всем этом говорят сами ветераны. И я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели очень буквально 30 секунд мнение Владимира Войцеховича, полковника, ветерана Великой Отечественной войны, человек, который участвовал и в параде победы, и потом в последующих парадах. Давайте послушаем, что он говорит по этому поводу. Ветераны для государства сделали очень много. И поэтому государство всегда должно относиться к добросовестным ветеранам. Ну, что можно сказать? Сейчас государство не совсем хорошо относится. Почему? Потому что, знаете, свои проблемы решает. Народ молдавский хочет иметь свое государство, свое самостоятельство, свой язык, свою историю. А история Молдавии очень богата сыновьями, героями и всеми этим самым трудолюбивым, культурным, музыкальным молдавским народом. Это было очень искренне и очень честно. И мне кажется, что должны задуматься. Те, от которых зависит жизнь, да, вот жизненный уровень наших ветеранов, их ведь мало. В Яско-Кишиневской операции тех, которые остались, 14 человек сегодня. Вот говорили, назвали эту цифру. И мне кажется, что уж вполне в состоянии сделать так, чтобы эти 14 человек в последние свои годы жили достойно. Благодарю вас за участие в этой программе. Вы говорили много о своем. Скажу я о своем. Мой дед тоже принимал участие в Яско-Кишиневской операции. И вообще 16-летним подростком ушел на фронт и прошел всю войну. Прошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. И я тоже этим горжусь. И мою семью тоже затронула эта история. Поэтому этот праздник для нашей семьи тоже праздник. Я думаю, что и для очень многих наших телезрителей. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...